Присцилла Лейн Джаз играет в парке Василия Аксенова теперь постоянно. Это одна из форм приношения писателей, чье творчество узнаваемо не только в России. Скульптурная композиция, которая у меня находится сейчас за спиной, придуманная Семенулиной, теперь будет соседствовать с тремя стульями от Ирины Аксеновой. Евгений Попов, Ирина Барметова и Александр Кабаков выбирали стилистику и подбирали то настроение, которое было присуще самому Аксенову. Идея создания вот этого созидающего творческого пространства, она в процессе. У нас еще есть некоторые соображения. И в этом композиционном моменте также нет ничего случайного. Это, понятно, альманах «Метрополь», который мы с Василием делали. А это Москва-Ква-Ква или просто Ква-Ква. Это и Ирина Барметова. Движение фестиваля этот год особенный. Творческие площадки были раскалены темами, вопросами и дискуссиями. Все жанры хороши, кроме скучных. Василий Павлович меня просил о том, что когда мы создавали музей, когда еще по воссоздаваемому дому ходили в разрухе и планировали, как будет, про сам фестиваль он просил, что не надо нафталина, не надо какие-то вещи, вот как было, чтобы больше молодежи, больше возможностей и больше драйва было у этого фестиваля. Я очень рад, что это все продолжается. Среди гостей сада Аксенова можно было увидеть и еще одну именитую землячку, солистку венской оперы Аиду Грифулину вместе с мамой, директором Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляли Грифулиной. Оперная красавица приехала в Казань, чтобы перевести дух от сценических метаморфоз. Я на самом деле приехала, конечно, отдохнуть, повидаться с родными. К сожалению, редко в последнее время бываю в родном городе. Безумно рада, что жизнь здесь кипит, город развивается. Проехала по улицам, красота, зеленый город, ничем не хуже Европы, даже лучше. В Париже у меня была премьера опера «Снегурочка» с замечательным, гениальным, на мой взгляд, режиссером Дмитрием Черняковым, с которым мы очень подружились. Премьера прошла на ура, это был действительно большой триумф, и все печатные издания писали очень хорошие рецензии. Аксену ФС – ноу-хау не только Казани, но и всего мирового литературно-музыкального сообщества. Благо, многочисленные виды искусств и люди свободной душой помогают его вести по жизни современного мира. Дмитрий Пиаваров, Максим Зуйков, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».